Комедия «Интервью» кинокомпании Sony Pictures стала одним из самых продаваемых фильмов в интернете. Картина о покушении на северокорейского лидера Ким Чин Ына уже собрала на онлайн-продажах 15 миллионов долларов. Если прибавить к этому прибыль от продаж билетов в 300 американских кинотеатрах, которые решились на показ, то получается 18 миллионов. По иронии судьбы, именно столько компания Sony планировала выручить от показа фильма в кинотеатрах крупных сетей. Однако последние отказались демонстрировать комедию из-за угроз со стороны неизвестных хакеров. Таким образом, выход фильма сломал все стереотипы. Его сразу выставили на сервисы YouTube, Google Play и Xbox Video по цене 6 долларов за один просмотр, а также за 15 долларов для покупки только на территории США. Параллельно начали показывать в небольших кинотеатрах. При этом аналитики отмечают, что интервью скорее исключение, чем новая тенденция. «Традиционная схема выхода фильмов придумана не случайно. Я не думаю, что в 2015 году такие высокобюджетные картины, как «Звёздные войны», «Мстители», «Форсаж» или следующий мультик Pixar выйдут таким же образом. Их производство и продвижение на национальном и международном уровнях стоят очень дорого». При этом эксперты индустрии отмечают, что интервью поймал волну и может извлечь из этого большую выгоду. «Вся эта ситуация – полнейшая неожиданность. Sony нужно сделать всё возможное, чтобы использовать её наилучшим образом. Всё складывается пока очень хорошо, учитывая небольшой бюджет картины, ведь на её производство потратили около 40 миллионов долларов. При этом, конечно, ещё нужно приложить усилия, чтобы покрыть все расходы, включая маркетинг. Но если внимание людей исчислять в деньгах, то фильм просто миллионер. Фильм привлёк много внимания». Пока ещё до конца не ясно, действительно ли внимания достаточно, чтобы покрыть все расходы и принести какую-то прибыль. Как предполагается, на производство и продвижение комедии Sony потратила около 80 миллионов долларов.